Итак, уважаемые, всех приветствую. Очередное видео для вас, друзья. Это называется «Борьба с муравьями». Муравьи имеют некоторые свойства и любят это родственники пчел. У них несколько маток приблизительно. Они любят крутиться возле пчел, потому что там и медок, и тепло, и часто есть личинки, которыми можно поживиться. И вот в свое время, 1959 год, восьмой номер журнала «Пчеловодство» напечатали интересную информацию. Я думаю, поделюсь с вами. Возможно, что вы что-то почерпнете, и будет удача на вашей пчеловодной пасеке. Итак, из насекомых очень много хлопот доставляют пчеловодам муравьи. Преподаватель Краснослободской сельскохозяйственной школы Сталинградской области Лыткин пишет, но в то время еще Волгоградская эта область сейчас, а тогда называлась Сталинградская. Вред муравьев в том, что они похищают корма, портят улья, проделывают дыры, особенно в старых ульях. Они часто гнездятся в ульях, особенно в сырую погоду. Кроме всего этого, муравьи, особенно рыжие, охотно похищают пчелиные яйца и личинок до трехдневного возраста. Мною были вынуты из пчелиных семей рамки, в которых искусственная овощина в значительной степени была застроена трутневыми ячейками. В них и выводилось в большой массе трутни. Эти рамки я поместил в пустой улью, чтобы застудить расплод, а затем использовать соты на медосборе. На другой день я был удивлен, когда стал осматривать этот улья и рамки. Полчища рыжих и черных муравьев кишили в улье. Молодых личинок в сотах не было, исчезли почти все яйца, остались только личинки старшего возраста, которых муравьи старательно обсасывали. Это показало, что муравьи похищают много расплода и причиняют большой ущерб пчелиным семям, которые не оказывают муравьям должного сопротивления. В поисках защиты пасеки от муравьев я стал применять некоторые своеобразные методы борьбы, чтобы под ульем и вокруг ульев не росла трава, по которой муравьи часто лезут в улей, и чтобы они не строили под ульями муравейники. Я выравниваю площадку под ульем и стелю на нее куски старого, непригодного в строительстве толя площадью метр на метр двадцать. Затем покрываю толь слоем песка на пять-семь сантиметров и забываю колушки под улья. На такой площадке трава не растет несколько лет, так как она не может пробиться через толь, а муравьи лишаются возможности делать ходы. В земле под ульем такая подготовка площадок под ульи может показаться дорогой, но, однако, это избавляет от неоднократной работы в сезоне по подрезке травы вокруг ульев и под ними. Найти в хозяйстве куски старого толя не представляет больших трудностей. Хорошим средством в борьбе с муравьями, пишет товарищ Лыткин, считает также отравленные приманки, приготовленные им из меда. 60-65% меда, низкосортной муки, пшеничной, ячменной, они играют роли 25-30%, малинового варенья 5%. Ну и естественно добавляет туда отравы мышьякови, сток кислого натрия 5-6% или парижской зелени 6-8%, это в то время было, не знаю как сейчас, или кремниев тористого натрия 8-10%, все в процентах. Все это он тщательно перемешивает и раскидывает в корыцы, накрывая их сеткой, через которую муравьи проникают легко, пчелы же пролезть не могут. Эти корыца товарищ Лыткин ставит на пути, откуда муравьи ползут на пасеку. Такую приманку муравьи охотно поедают и гибнут. Отпугивает муравьев и продаваемый в аптеках олиглицер, выпускаемый фармацевтической промышленностью, ну в то время такое выпускали, сейчас не знаю. Достаточно капнуть несколько капель этого средства на дно улья, на утепляющий материал, и муравьи покидают ульи. Можно обмазывать им и колышки под ульями, и муравьи уже перестают лезть в ульи. Также пчеловод Юренко, успешно работающий в Павловском зерносовхозе Алтайского края для борьбы с муравьями, вытачивает прямо на колышках круглые канавки и наливает в них жидкость, отпугивающую муравьев и не позволяющую им пробираться дальше. Это тоже весьма интересная информация, это значит столбик и канавки по-видимому вот так вот, как чашечка, и туда если налить воду или масло, муравьи не могут перелезть и лезть дальше. Ну это надо еще по-видимому делать и крышечку сверху такую, чтобы накрывалось, иначе может попадать, ну так сказать, выпариваться. Выпариваться, если эта крышечка так накрывает не до конца, эту канавочку вот так она накрывает, как говорится, не до конца, то, ну в общем, морока с этим. Ну, если кто-то хочет поработать или ставить в чашки, что ли, с водой или с маслом отработанным, то муравьи, естественно, не перелезут через воду. Смотрим дальше. В качестве простого, имеющего всегда под руками средства против муравьев, пчеловод Попавский, городок Львовская область, рекомендует поваренную кухонную соль. Он рассыпает ее вокруг колышков под улями, уземленных норок и кучек на пасеке, где обитают муравьи и избавляется от них. Также пчеловод Лобочков с селой Яруга в Венецкой области и также Князьков, город Сочи сообщает, что муравьи не выносят запаха свежей помидорной травы и не принимают, и не проникают в улья, если туда заложить такую траву, только ее надо почаще менять. Ну, это работа интересная, но, как говорится, постоянно нужно ложить. Я слышал, что еще герань, конечно же, если поставить цветы герани, они также отпугивают. И они также отпугивают еще и этого самого клеща, говорят. Для уничтожения муравьиных куч блиспасек можно их заливать, тут пишут, керосином и сжигать. Я пробовал заливать бензином, та же самая ситуация, муравьи моментально помирают, что от керосина, что даже не обязательно сжигать. Но это потом долго запах стоит, это нехорошо. Лучше всего кипятком. Кипятком, если заливать, то это и дешевле, и проще. Только что надо иметь на пасеке подогревательную газовую печку. Закипятил кипяток, пошел и проблем не будет. Также для уничтожения муравьиных куч блиспасек, так я прочитал, можно заливать керосином. Также рекомендуют делать человод Вознюк с села Квасило, Ровенская область. Однако это нельзя делать лесу как по противопожарным соображениям, так и из того, что муравьи считаются полезными обитательными лесов. То есть нежелательно уничтожать дальше пасеки, потому что это полезные насекомые. И еще небольшая статейка, весьма интересная, я думаю она вам понравится. Консервирование молочной продукции пчелинным медом. То есть я хочу сказать, у меня есть много информации на эту тему, что мед является хорошим консерватором, так как он сладкий и антибиотик. И одно из направлений я сегодня прочитаю, это молочное направление. В тех случаях, когда отсутствуют необходимые условия хранения масла, сливочного имеются, мы рекомендуем простой способ консервирования масла пчелиным медом. Масло, законсервированное медом, можно хранить продолжительное время, при этом оно не теряет своих качеств. Принцип консервирования основан на том, что мед обладает высоким антибактериальным свойствами. Мы произвели следующий опыт, это пишет один из представителей городов Азаров. Стеклянные банки емкостью в 1 литр тщательно промыли, просушили днище и бока ее промазали тонким слоем меда, после чего заложили сливочное масло первого сорта сверху до края, налили свежий пчелиный мед. Толщина слоя меда 2-3 см. Банки закрыли плотно пергаментом, обвязали шпагатом и поставили на хранение в шкаф при температуре 18-20 градусов плюсовой. В качестве контрольной подставили банку с маслом без меда. После 6-ти месячного хранения оказалось, что масло, залито медом, не потеряло своих качеств. Масло контрольного образца, которое не залито медом, уже через 2 месяца было пронизано плесенью и оказалось непригодным к употреблению. Белковая молочная продукция, творог, пищевой, козвин, альбумин консервируется, как и масло, только меда водится значительно больше. Мед на поверхности творога не задерживается, а проникает в творожную массу, поэтому мед добавляется до тех пор, пока покроет весь творог сверху. Образцы творога, законсервированные медом, хранились 6 месяцев, после чего произвели экспертизу. В результате 6-ти месячного хранения творог приобретает медовый, приятно сладкий вкус и более высокие пищевые качества. Применение пчелиного меда в качестве консервата молочных продуктов доступно каждому. И не только молочной продукции скажу, я думаю я подготовлю эту тему в дальнейшем, как консервировать медом различные продукты. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте вопросы. До встречи, до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok